Я хочу напомнить, что даже если загорелся зеленый, то все равно нужно остановиться и посмотреть налево и направо. Потому что, мало ли, какой-нибудь неответственный водитель, например, нарушит правила и проедет на красный. Мероприятие по профилактике безопасного поведения детей на дорогах прошло в спортивном клубе «Маунт» Монина. Оно было посвящено социальному раунду под символичным названием «Маленький пассажир. Большая ответственность». Сотрудники Щелковской госавтоинспекции в очередной раз напомнили ребятам о том, что когда они находятся на дороге, всегда нужно быть внимательными и осторожными. Соблюдать правила дорожного движения должны не только пешеходы и автомобилисты, но и пассажиры. Так, до 12 лет ребенок обязан находиться в машине только в специальном удерживающем устройстве. Важно помнить еще и о том, что детское кресло непременно должно соответствовать весу и росту маленького пассажира. Рассказывать важную информацию детям о правилах поведения на проезжей части инспекторам ГИБДД помогали участники юных инспекторов движения. Помните, ваш ребенок пешеход, ваш ребенок пассажир, ваш ребенок будущий водитель. Профилактические мероприятия, направленные на информирование подрастающего поколения о правилах дорожного движения, сотрудниками госавтоинспекции проводятся на постоянной основе. Мы напомнили деткам в очередной раз о основных правилах дорожного движения, о том, что нужно соблюдать правила, когда они находятся в автомобиле, когда они являются пешеходами. И дети отреагировали очень положительно, им понравилась беседа. Очень хорошо, что вы пришли сегодня к нам, ознакомились с правилами безопасности детей, как себя нужно вести в машине и на дорогах. По окончании занятия ребятам раздали специальные световозвращающие элементы в виде браслетов. Они необходимы для того, чтобы пешеход был заметен для автомобилистов на дороге в темное время суток. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.